Здравствуй, мой дружок! Это я, твоя прабабушка, которую все дома зовут Апуся. Я сейчас тебе почитаю сказочку, русскую народную сказку «Колобок». Жил-был старик со старухой. Просит старик «Испеки, старуха, колобок, пожалуйста». «Из чего печь-то? Муки нету», отвечает ему старуха. «Эх, эх, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, а вось муки наберется». Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось муки прикуршни две. Замесила на сметане и жарила в масле и положила на окошко постудить. «Колобок полежал, полежал, да вдруг и покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сене, из сеней на крыльцо с крыльца во двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, косой зайчик, я тебе песенку спою», сказал колобок и запел. «Я колобок, колобок, я по коробу скребет, по сусеку метет, на сметане мешет, да на масле прижет, на окошке стужет. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а от тебя, зайка, не хитро уйти!» И покатился себе дальше, только заяц его и видел. Катится колобок, катится, а навстречу ему волк. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою», сказал колобок и запел. «Я колобок, колобок, я по коробу скребет, по сусеку метет, на сметане мешет, да в масле прижет, на окошке стужет. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел. От тебя, волка, не хитро уйти!» И покатился себе дальше, только волк его и видел. Катится колобок, а навстречу ему медведь. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, косолапый, я тебе песенку спою», сказал колобок и запел. «Я колобок, колобок, я по коробу скребет, по сусеку метет, на сметане мешет, да в масле прижет, на окошке стужет. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел. От тебя, медведь, не хитро уйти!» И опять укатился. Только медведь его и видел. Катится, катится колобок, а навстречу ему лиса. «Здравствуй, колобок, какой ты хорошенький! Колобок, колобок, а я тебя съем!» «Не ешь меня, лиса, я тебе песенку спою», сказал колобок и запел. «Я колобок, колобок, я по коробу скребет, по сусеку метет, на сметане мешет, да в масле прижет, я на окошке стужет. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, от тебя, лиса, хе-хе-хе, и подавно уйду». «Какая славная песенка!» Сказала лиса. «Но ведь я, колобок, стара стала, плохо слышу. Сядь-ка на мою мордочку, да пропой еще разок погромче». Колобок вскочил лисе на мордочку и запел ту же песенку. Спел он эту песенку, а лиса ему говорит. «Спасибо, колобок, славная песенка, еще бы послушала, только плохо слышу, сядь-ка на мой язычок, да пропой в последний разок», сказала лиса и высунула свой язык. Колобок, прыгай на язык. А лиса, ам, его! И съела колобка. Ну, а дед попросил бабушку. «Эх, бабушка, укатился наш колобок, а давай-ка ты мне испеки еще колобок новый, поскрепи по сусекам да по коробу, испеки». Вот и сказочке конец. «А кто слушал, молодец!» «Когда ты вырастешь, и в одну из ясных-ясных ночей, когда будут видны звезды и небо, возьми родителей за руки, выведи на улицу и попроси им показать месяц. И так делай каждую неделю, и ты увидишь сказку про колобок». «Ок!» 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 «Ок!»